короче все позавтракали он дежурные ведра ложечки по одному ведру на два человека и ножу короче мы погнали погребы научитесь вот и первый гриб трутовик но он уже древний бедный уже несъедобный но гриб да кстати я забыл предупредить а то начнется сейчас мы не грибники мы будем собирать все подряд тетя таня там будет их выбирать мы знаем несколько видов грибов вот это что такое за гриб если вам известно и вы грибники то расскажите подскажите вот а вот первый гриб и я не знаю что это за гриб какие завалы деревья старые за все во мху красота тишина даже птицы не поют вот еще какие-то грибы вот честно не знаю брать не брать что за гриб непонятный наверно возьму на всякий случай вот этот если что-то выкинем не не стал их брать это как-то не аппетитно выглядят короче непонятно либо дождь был не грибной плюс я еще забыл очки свои грибные взял только для чтения без очков и с очками у меня одна и та же картинка поэтому пока с грибами печально я так думаю что наверное так и печально и будет хотя дождик вчера лил паутины комары и и без очки не те может что то есть но я их не вижу идем на спуск пока без результата грибов как такового нет не вижу зато все морда в паутине шаг сделал уже весь паутине так что там тропинка идет ведет вниз надо сходить с тропы все может быть что и попадется по тропе идти там каждый дурак хочешь ладненько будем искать вот это насколько я помню грибседобный по моему сыроежка если что он уже по моему старенький мы его заберем он весь уже побитый просто заберем чтобы убедиться что это съедобный чтобы нам сказали что-то съедобный потом потом мы его выкинем вообще все выкинем пока нечего но по всей видимости с моей колокольни лето было засушливое даже можно следить по по речке вода едва бежит в этом есть большой плюс что мы завтра собираемся пойти на водопад и завтра и послезавтра у нас опять вернее не опять солнечная погода ну скажем опять после того как у нас прошлом году не удалось не прошлом году 4 вот тому назад мы были здесь и нам не удалось побывать на водопадах из-за того что лили обильные дожди вода в речке поднялась где-то на метр просто был трэш но сегодня даже после вчерашних дождей вода еле-еле бежит завтра после завтра ясная погода я думаю что мы завтра все-таки дойдем до водопадов и с вами обязательно этим поделимся это мы хотели сделать еще четыре года тому назад но не получилось так что но пока грибалка у нас не получилось возвращаемся в лагерь будем заниматься подготовкой к вечеру посмотрим может быть тетя таня взять лёшей к сожалению они заболели общается с нами на расстоянии у них гриб и не боятся в нас заразить может подскажут где-то другие грибные лес места не сходим по грибы в другие места если нет то у нас на вечер планы пожарить крылышки рыбочки шампиньончики мы купили ну и посидеть в беседке отдохнуть набраться сил и завтра восемь с половиной километров в один конец айда вот так вот бежит речка каменистая безобидная на данный момент но когда тут идут дожди совсем не безобидно и еще один момент мы пойдем на водопад вверх по руслу реки местами есть такими момента что если резко пойдет дождь и вода поднимется то даже некуда сбежать по левую и по правую сторону сплошные скалы то есть подняться некуда поэтому в этом есть свой свой как бы правильно сказать момент такой что в любой момент вы можете оказаться западне и некуда будет спрятаться от воды поэтому надо выбирать погоду чтобы не было осадков вон туда и отсюда восемь с половиной километров в один конец но это будет завтра а сегодня посмотрим вернулись короче сгребалки пересыпал все сюда оказалось что все грибы съедобные очень даже все съедобное единственное что сказали что в этом месте грибы но не невкусные но все дом на ничего страшного в этом нет вот такие грибы а мы в принципе не унываем посмотрим что с грибами какое последнее решение будет вся в данный момент пепельница такая трубка мира будем курить ее наверно шучу здесь леночка с галочкой отдыхает привет 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 муся это наша добрые знакомые еще пять лет тому назад мы тут были насчет фото на довольны и на дамусь что вот за этим столом и сегодня будем сидеть и присутствие будет дяди лёша светали наши старые добрые знакомые добрые друзья скажем так здесь я уже вам показывал там арбуз охлаждается охлаждается туда на водопады вот здесь ребят ну что может быть лучше нет лучше конечно всегда можно что-то найти но что здесь в этом плохого как-то так остановились рады балдеем вот народ пришел отдыхать вот правильно скачал от орёте молча можно спуститься всем добра а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Короче, время вот столько 14.51 Не сходили мы на дольмены Вон там я уже разжег костер На этот костер я просто сушу мангал Потому что он мокрый после вчерашних дождя Сейчас то, что там в нем горит Закину в костыще А там достану свои дрова Овощные, вернее фруктовые Овощные Достану фруктовые дрова Раскочегарю и будем жарить Будем жарить крылышки Так как синину не получилось взять Так как Ромчик Ромчик, давай поправляйся Знаю, что ты болеешь У тебя там что-то со спиной Взяли крылышки Сейчас будем крылышки Нанизывать Крылышки нанизывать на шампура И будем Жарить Ну а вот здесь вот будет Просто костер гореть Вот такой Позитив у нас Дален Настя Итак Не разбегаемся Сейчас все будет интересно И более того Короче Разжигаем два кострыща Один для шашлыка А вон там Для души Сперва Вот этот разожжем А там потом добавим Сперва Сперва Играет музыка Играет музыка Сперва Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Друзья, вот и вечер наступил ДимаTorzok 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 Продолжение следует...